Экипаж команды SMP Racing в составе Михаила Алешина, Давиде Ригоне и Мигеля Малины взял первое место в гонке Blancpa GT Series Endurance Cup. Второй этап чемпионата состоялся в английском Silverstone. К квалификации экипаж показал десятый результат. На старте трехчасовой гонки за роль Ferrari 488 GT3 сел Михаил Алешин, который с первых секунд задал хороший темп. Экипаж постепенно отыгрывал позиции, успешно провел пит-стопы и под конец гонки возглавил пилотон. Нужно отметить, что это первая победа для Ferrari за последние шесть лет. Гонка складывалась очень непросто. Мы квалифицировались всего лишь на десятом месте и по ходу гонки прорывались вперед. В какой-то момент нам очень сильно повезло с safety car, который вышел в правильное для нас время. Мы успели нырнуть на пит-стоп, поменять пилотов, заправиться, поменять резину и выехали уже на третьем месте. Пилоты не рассчитывали на подобный результат, но боролись до конца. Мы вообще не рассчитывали на такой результат на этой трассе, потому что Ferrari исторически почему-то с Silverstone абсолютно не подходит. И, конечно же, такие результаты вселяют в нас очень хорошую надежду на будущее. Потому что, в принципе, по ходу чемпионата в прошлом году мы могли претендовать на победу, но серия неудач нам не позволила этого сделать, хотя потенциал был очень хороший. Третий этап серии Blancpa GT состоится 1 июня во Франции на автодроме Poy Ricard. В Испании начался новый, теперь уже мировой чемпионат Формулы 3. Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман выиграл квалификацию и в первой гонке стартовал с полупозиции. Уступив в самом начале своему напарнику по команде, Роберт встретил клетчатый флаг вторым. Но судьи назначили лидеру штраф, и россиянин поднялся на высшую ступень пьедестала. С самого начала уикенда мы показали, что наша скорость одна из лучших. В тренировках мы были третьими, в квалификации мы взяли полупозицию. В воскресенье Шварцман, согласно правилам реверсивной решетки, стартовал восьмым, а финишировал четвертым в полусекунде от ближайшего преследователя. По итогам дебютного этапа Шварцман набрал 37 очков и возглавил общий зачет пилотов. Второй этап Формулы 3 состоится 21-23 июня на французском автодроме Полерикар. Еще один пилот молодежной программы СМП Рейсинг Александр Смоллер стал серебряным призером второго этапа Еврокубка Формулы Рено. Заезд состоялся в английском Сильверстоуне. В двух квалификациях Александр показал второй результат среди 20 участников. В первой гонке Смоллер на старте вырвался в лидеры, но в середине дистанции сошел из-за поломки подвески. Кроме того, у россиянина начались проблемы с мотором. Во второй гонке россиянин успешно стартовал и удержал вторую позицию до самого финиша. Третий этап Еврокубка Формулы Рено пройдет с 23 по 26 мая в Монако. Первый серийный электромобиль на платформе MEB наконец получил название – Volkswagen ID.3. В модельном ряду марки новинка станет в один ряд с гольфом, но за ней последуют и другие электрички с цифровыми индексами на основе концептов ID.Cross, Vision и Rooms. Предварительные заказы на ID.3 уже принимаются. Компания собрала более 15 тысяч заявок. Готовят несколько модификаций с запасом хода от 330 до 550 км и начальной ценой менее 30 тысяч евро. Покупатели первой лимитированной версии First получат год бесплатных зарядок или 2000 кВт-часов энергии. Компания Citroёn отмечает свое столетие вторым по счету концепт-каром. Проект 19.19 преподносит как ультракомфортный электромобиль для путешествий. Дизайн навевает мысли о космолетах из фантастических фильмов. Длина в 4 метра 655 миллиметров соответствует гольф-классу, но колесная база растянулась на 3 метра 100 миллиметров. 30-дюймовые колеса закреплены на неподвижных ступицах и наполнены датчиками, определяющими погодные и дорожные условия. В четырехместной комнате три разных сидения. Спинка водительского кресла регулируется, передний пассажир возлежит на оттаманке с подставкой для ног, а задний ряд – это пышный диван с плетением вместо подголовников. Вместо дисплеев – только проекционные экраны. За ездовой комфорт отвечает активная подвеска Progressive Hydraulic Cashions с гидравлическими буферами сжатия и отбоя. Пара электромоторов на обеих осях выдают 462 л.с. и 800 ньютон-метров. Ускорение до сотни занимает 5 секунд. Максимальная скорость – 200 км в час. А 100-киловаттная батарея обеспечит запас хода 800 км. Мощная зарядная станция восполнит ее заряд за 20 минут. И эта начинка вполне может перекочевать на будущий флагманский седан, который появится у Citroёна примерно через два года. Модернизированный Audi A4 практически полностью сменил внешность. Прежними остались только капот, крыша и крышка багажника. Решетка радиатора расширена и посажена ниже, а ее оформление зависит от версии. У обычных седанов и универсалов прорези горизонтальные. Вседорожные A4 Allroad украшены вертикальными планками, а у S4 – пчелиные соты и прорезь воздухозаборника перед кромкой капота. Главное изменение в салоне – интерфейс MMI следующего поколения с 10-дюймовым сенсорным дисплеем. Двигатели и шасси в целом прежние, но 6 из 8 версий дополнены 12-вольтовым стартер-генератором. Двухлитровый бензиновый турбомотор развивает 150, 190 или 245 лошадиных сил. Дизелей пока два. Двухлитровый на 190 сил или трехлитровый V6 на 231 силу. Позже будут и менее мощные варианты. Механическая коробка осталась только у 150-сильной бензиновой машины. Дизель V6 комплектует 8-ступенчатым автоматом, а остальным версиям положен 7-ступенчатый робот. В Европе обновленные семейства выйдут на рынок осенью. Начальная цена – 35 900 евро. В России обновленная Audi A4 появится позже, а гамма моторов, вероятно, обойдется без дизелей. На автобане А5 к югу от Франкфурта на Майне заработал первый участок с контактной сетью для электрических грузовиков. Пятикилометровое испытательное шоссе между Лангеном и Вайтерштадтом обошлось немецкому министерству охраны окружающей среды в 14,5 миллионов евро. Тестировать его будут пять логистических фирм, для которых спроектированы гибридные грузовики Scania R450. Помимо обычного дизеля, у них есть и электрический модуль от Сименса, батарея, электромотор и пантограф для питания от контактной сети. Конструкция заняла часть кабины, спального отделения у тягача больше нет. Зато грузовик не привязан к контактной сети и без потери скорости может переходить с электрической тяги на дизельную, перестраиваться в другую полосу, поднимая и опуская токоприемник. Характеристики пока держатся в секрете. Известно, что батарея у гибридных Scania небольшая и хватит ее на десяток километров. Но так и задумано. В отличие от чисто батарейных проектов вроде Теслы Сэмми, инженеры Scania и Сименса считают, что грузовики не могут простаивать на зарядке. К тому же массовое строительство сверхмощных зарядных станций обойдется не дешевле электрификации дорог. Разработчики надеются экономить до 80% топлива и радикально сократить выбросы. Еще один электрифицированный участок откроется летом на севере Германии, близ города Любек. А в начале следующего года построят и третий сегмент в Баден-Вюртенберге. Но все новое, хорошо забытое старое. В Советском Союзе электрические грузовики разрабатывались еще до войны и строились десятками. Большинство из них работало в карьерах, где контактная сеть мешала погрузке. Но выпускали троллейбусы и на дороге. Например, на троллейбусную линию между Симферополем и Ялтой. Поводом приехать на трассу в Сочи отныне будут не только этапы Формулы-1 и других соревнований, но и возможность самостоятельно опробовать серьезные машины. В рамках совместного проекта с Академией SMP Racing любой желающий, как профессионал, так и любитель, сможет проехать по треку за рулем болидов Формулы-Рено 2.0. Если вашей подготовки, которую обязательно проверят, не хватит для формульной машины, на выбор предложат автомобили категории Midget или GT. И все же, хотя бы первое время, пилота не оставят один на один зубастой техникой. Для того, чтобы сесть в болид Формулы-4, нужно, чтобы тебе исполнилось 15 лет. Для того, чтобы сесть за автомобиль уже класса GT автомобиля, понятно, что этот порог должен быть несколько выше, но здесь есть некие допуски, потому что все это происходит на закрытой трассе с профессиональными инструкторами, совершенно соблюдением другого уровня безопасности. А на специально оборудованную площадку для дрифта можно приехать как на своей машине, так и арендовать на автодроме. Полчаса заездов на своем автомобиле обойдутся в 4 тысячи рублей. Два часа на арендованном – 56 тысяч рублей. Правда, в эту стоимость входят и услуги инструктора, которым частенько будет вице-чемпион мира по дрифту Аркадий Цареграцев. Это круглогодичная площадка, единственная в России, на которой можно ездить круглый год без снега. То есть всю зиму, если лето можно тренироваться в любой точке России быстро, то когда у нас наедет зима, ехать быстро негде. А для малышей открылась мотошкола, которая поможет узнать все премудрости обращения с беговелами и, позже, мотоциклами. Если говорить непосредственно о школах, то, безусловно, они направлены на местных зрителей, потому что любая школа подразумевает постоянное посещение, но также у нас есть и активно-туристическая программа. Именно для тех людей, которые приезжают сюда на день, на месяц, на год, на неделю. Все услуги Сочи Автодрома уже доступны.